Что касается, как вы говорите, освобождения Полонского из тюрьмы, на самом деле ему, насколько мне известно, я не знаю эту ситуацию глубоко, но насколько я знаю ее из средств массовой информации, ему изменили меру пресечения, то есть его не освободили от ответственности, ну, возможной, ему изменили меру пресечения, он содержится сейчас не под стражей, а, видимо, у него там что-то типа обязательства явки с невозможностью покинуть вот этот остров или вот этот населенный город. Ну, на мой взгляд, наверное, это оправдано, поскольку, в общем-то, во всех странах, и у нас, и в Европе, и в Америке и так далее, не допускается использование меры пресечения в качестве воздействия, оказания воздействия на человека, поскольку, если идет следствие, ведь его еще вина не установлена, не доказана, ему наказание не назначили, и пока идет следствие, лицо считается невиновным в совершении преступления, если есть возможность не содержать его под стражей, тем более, что, как бы он не является опасным преступником, да, насколько мне известно, ранее несудимый и так далее, нет необходимости его держать в тюрьме, то есть, если есть возможность ему находиться в этом населенном пункте, являться для дачи объяснений, я думаю, что это, в общем-то, разумно, особенно, еще раз повторюсь, учитывая, что вина не доказана, несмотря на то, что лично у меня, конечно, отношение к Полонскому сложное, то есть, очевидно, человек неоднозначный, к нему можно относиться по-разному, скажу больше, в свое время он лично на меня писал заявление там в полицию о возбуждении уголовного дела, потому что был конфликт, где я присылал интересы Тома Сандерса, там, в связи с авторскими правами, на который Мирекс, я убежден, неправомерно нарушил авторские права Тома Сандерса на одном произведении и так далее, но справедливости ради стоит заметить, что, опять же-таки, на мой взгляд, содержать его в тюрьме, до суда, наверное, нет никакой необходимости, главное, чтобы он, наверное, не скрылся, да, не покинул этот населенный пункт и, в общем-то, продолжал активно участвовать в следственных мероприятиях.